Следователь Чеботаевской транспортной прокуратуры Иванов ведет дело об убийствах бывшего милиционера Запашного и президента компьютерной фирмы Юдашева. Бандитами также убиты задержанный киллер и свидетель убийства Запашного. Следы ведут к Михаилу Прясло, президенту фирмы «Русский сюрприз». При проверке оказывается, что фирма занимается контрабандой никеля. Прясло вешается в тюремной камере. Иванов отстранен от ведения дела. Бандит по кличке Большой раскрывает внедренного в группировку агента милиции Рокотова. Иванов, иванов, иванов. Иванов, иванов. Бандит по кличке Большой раскрывает внедренного в группировке Иванов, иванов. Субтитры создавал DimaTorzok Сиди тихо, не дергайся. Ну что, мент, нашел я тебя, от меня не спрячешься. Володька! Все, расковали. Ну, наконец-то! Сергей Иванович, вы отстранены от работы. По данному факту возбуждено уголовное дело. То есть это я довел прясло до самоубийства? Это выяснит следствие. Только не говори, что это твоя квартира. А я и не говорю. Служебная. Здесь наши с агентами встречаются. Проверяющих принимают. Мы решили пока пожить. Круто. Я буду жить на конспиративной квартире управления внутренних дел, из которого меня выперли. Только об этом никто не должен знать. Обижаешь. Как получилось так, что в камере, кроме прясла, никого не было? Все мылись. У них банный день был. День вечером? У них горячая вода только вечером. Прясла вернулся с допроса и повесился. Под Нарамино, на самом платке. Это ж надо гозловчиться. Да, видать, напрочь я его замучил. Ты, похоже, не совсем понимаешь, во что ты вляпался. Человек вернулся с допроса и повесился. Побоев на теле нет. Крови ничего. Значит, писал сам, не под воздействием. Да, ситуация серьезная. Только не надо делать вид, что это тебя огорчает. Послушай. А может, ты сам все это и спланировал? Меня сняли. Тебя назначили начальником следственной группы. Спасибо, друг. От тебя не ожидал. Как ты мог? Как ты мог? Как ты мог? На твоем месте, вместо того, чтобы острить, я подумал бы, как из-за этой ситуации выпутаться. Вот в этом у нас и разница. Ты бы на моем месте еще думал, а я уже придумал. Рыбка, можно? Да, пожалуйста, пожалуйста. А что-то Русланечка давно не видно. По пьянке снова сломал. Опять? Слушай, я должен был тебе 50 рублей. 100. Хорошо. А пряса слишком много знал. Вот они и решили убить Богу Зайцева. Прясало шрепнуть и мне конусы стукнули. Но они прокололись, Миша. Слушай, так тебя же отстранили. Старик, все нормально. Тихо, тихо. Ты пей, пей. А на самом деле ты не боишься в тюрьму попасть? Нет. Когда мне позвонили, сказали, что Прясло хочет сообщить важную информацию, его адвокат был в Москве. Причем позвонили вечером. Они рассчитывали на то, что я сорвусь, как спринтер со старта. Но я нашел адвоката и встречался с Прясло в присутствии адвоката. И она может подтвердить, что встреча прошла в дружеской атмосфере. И что она продолжалась не час, как у них написано в документах, а 20 минут. И мне очень интересно, где провел Прясло эти 40 минут перед тем, как вернулся в камеру. Но я об этом пока им не скажу. И про адвоката не скажу. Пока. Слушай, они точно не знают про адвоката? Точно. Иначе они не затеяли бы эту бодягу. Они прокололись, Миша. Сейчас мы усыпим их бдительность. И потом вдарим. Разок. Но так, чтобы окончательно прибить. Алло. Борис Ефимович, здравствуйте. Это Катя Запашная. Здравствуйте, Катя. Борис Ефимович, вы знаете, тут ко мне следователь приходил, Иванов, из прокуратуры. Так. Да. Дело в том, что, вы знаете, я не очень хочу участвовать ни в каких следственных экспериментах. Катерина, о чем вы говорите? Да, это он так сказал. Иванов отстранен от ведения дела. И ни в какие следственные эксперименты можешь не ходить. А за что его отстранили от следствия? Человека до самоубийства довел ваш Иванов. Хорошо. Я все поняла. Счастливо, Катюша. Спасибо. До свидания. Вы не знаете, Максимов приехал? Ну что ж. Здрасте. Добрый вечер, Катя. Замечательно выглядите. Спасибо. Я пришла только потому, что я обещала вам. Но я не буду участвовать ни в каком следственном эксперименте. Почему? Потому что вы отстранены от дела и не имеете права его проводить. А я и не собирался. Но вы же мне сказали, что... Я вас обманул. Я просто хотел пригласить вас в театр, но боялся, что вы откажетесь. Ну а раз уж вы здесь, то, может быть... Спасибо. Нет, я понимаю. С одной стороны, известный московский театр, популярные артисты, а с другой такая неприятная личность. Думайте, Катя, думайте. Все зависит от вас. Ну, хорошо. Если так нужно для следственного эксперимента, пойдемте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рад, что ты снова с нами. Я не с вами, я против них. Вот фирмы, с которыми завязан русский сюрприз. По бизнесу, по жизни, еще по каким-то делам. Не все, конечно, они в деле, но многие из них точно. Знаешь, кто стоит за всей этой структурой? Нет. Я получал задание от Виктора Веденеева, командир первого при группе. Он точно кого-то знает. Это он встречал вторую группу киллеров. Кстати, спасибо тебе от меня и от Иванова, если бы ты нас не предупредил. Пустое. Не знаю, мне как-то неловко из-за актеров. Почему они думают, если провинция, то можно халтурить? Они не думают. Это как-то само собой происходит. Я, кстати, тоже, когда в командировки езжу, как-то подсознательно расслабляюсь. Да, они, наверное, думают, что мы здесь ничего не понимаем. И это, и про это не думают. Они вообще не думают. Вы знаете, как артисты выбирают? Сначала замеряют объем головного мозга и количество извилин. Если больше пяти, не берут. Шуты не должны думать. Этим должны заниматься серьезные люди. Такие, как мы с вами. Особенно вы. Ну, не скромничайте. Вы тоже очень серьезный человек. Я, кажется, знаю, как вы довели человека до самоубийства. Вы с ним просто долго разговаривали. Спасибо, дальше не надо. Боитесь, соседей увидят? Нет, я просто устала и хочу побыть одна. Согласен. Ко мне нужно привыкать постепенно, понемногу увеличивать дозы общения. Когда мы продолжим эксперимент? Я не знаю. Давайте так. Я разоблачу одну крупно-мафиозную группировку, раскрою пару-тройку заказных убийств и сразу позвоню вам. Думаю, что это случится дня через два. Вас же отстранили от следствия. Точно. Ну, тогда это случится еще раньше. До свидания. Что, крутой агент был? Командир мой опергруппы. Большой. Чего? Твой большой даже пытался меня завербовать. Володь, я не психолог. Я только с ним один раз разговаривал. Ну, говори. Может быть, я ошибаюсь, но чтобы большой и нашим, и вашим. Мне так показалось. Мне тоже. Ты уже встал? Не ложился. Мне надо кое-что проверить. Поможешь? Ну, конечно, я помогу. Куда я денусь? От тебя разве... Отечеешься? Списки, которые дал Борщов, 13 фирм. Три из которых компьютерные. С них и начали потихоньку, чтобы его не подставлять. А в этом списке есть компания «Успех»? Нет. Странно. Как только прясло прижали хвост, он сразу же кинулся к господину Полякову. А в списке фирм, к которым хоть какое-то отношение имеет русский сувенир, в компании Полякова нет. Борщов мог об этом не знать. Ну-ка. А может, Полякова с Прясла связывают давнишние дружеские связи? Что касается выхода на руководство этой структуры, Борщов получал задание от командира 1-й опергруппы Веденеева. Слежку за ним установили? Три дня назад он пропал. В смысле? В смысле, собирался ехать к матери в Сызрань, но до сих пор там не появился. Поехали. Играет музыка. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, может, хоть теперь скажешь, что они по городу мотались? Пока не могу, извини. Уровень секретности 133. Буквально Штирлиц. Ну, в этом дело я просто пока сам не во всем уверен. Ладно, проехали. Алло, привет. А что такое? О чем речь? Конечно, приеду. Только ты мне ничего не объясняй. Просто помогу и отвалю. Нет, все нормально. Отличное настроение. Но я сказал, приеду. Все, пока. Ладно, не обижайся. Вечером все расскажу. Я вечером не могу. Еще один друг помощи просит. Борщев сказал, что задание он получал от Веденеева. Больше выходов на руководство у нас нет. А Веденеев пропал. Наверное, что-то почувствовал. Залег на дно. Кто еще в группе, мы не знаем. Все хватит. Остается одна зацепка. Водитель, с которым в Ведении встречал киллеров. Некто Генрих. Бывший капитан спецназа. Будем надеяться, что он что-нибудь знает. Его что, не пасут? Как не пасут? Вон, десятка. Люди тройнена. Но я их беру на себя. Что, балдел, что ли? А что? Я не по делах. Меня от дела отстранили. Тебя вообще из органов поперли. Мы действуем, как частные лица. Как беспредельщики мы действуем. Вот что. Жизнь заставит. Я тут пообещал одной женщине, что за два дня расправлюсь с этой кудлой. Так что приходится торопиться. Красивая? Это твой дел. Вот он. Ленок, давай я поведу. Так я. Интересно, как он поедет? Слушай, сдай-ка назад, а? Мужик, ты что, охренел? Мужики, выручайте, тут рядом. Ну, пять минут всего. Ну, пять минут. Смотри, перед тобой капитан милиции. А перед тобой старший следователь по особо важным делам. Давайте в машинку. Слушай, мы на задание, нам такой пистон вставят. Всю ответственность беру на себя. Быстро в машину. Тихо, 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 тихо. Всё. Стоп. Поехали. 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 Я убил. Покинул ты к нам? Бэк, бэк, бэк... Бэк, бэк... Это коровь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мужики, вы вообще знаете, кто я? Откуда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты в курсе, что при МВД создана группа? Беспредельщики. Так вот, нам пофиг, кто ты, откуда. Короче, сам пойдешь, я тебя опять не стиль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дим, ну я... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А где Тройнин? Его не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вопросы здесь задаю я, а ты на них будешь отвечать. Ты меня внимательно слушаешь? Помнишь, о дороге ты сказал мне? Ярый звонил тебе из аэропорта, и ты сразу ко мне. Помнишь? Когда я приехал, Ярый уже был здесь. Я думал, что меня смущает, а потом понял. Знаешь что? Маленькая неувязышка по времени. Маленькая неувязышка по времени. Либо ты сразу не поехал ко мне. Либо... Либо что? Ты что, меня подозреваешь? Я хочу, чтобы ты развеял мои сомнения. Попробуй развеять мои сомнения! Спрашивай. В каком часу тебе позвонил Ярый? Не ожидал, Володя. Повторяю вопрос. Где может быть Веденеев? Друзья, любовницы? Не знаю. Кто еще входит в состав группы Веденеева? Какой группы? Ну, думай, время у тебя еще есть лет десять. Графа Монте-Кристо читал? Слушай, кончай этот цирк. Я потом вернусь, спалю эту хату. Отвечаю. Вряд ли. Мертвый спичек не дает. А если кто-нибудь приедет? Все рунги, кроме Миши, в Колыване у тещи. А Мишка дачу терпеть не может. А он знает про этого? Скажем так, если что, он ничего не знает. Да. Да, со мной. Что? Нашли осколок стакана. Под диван закатился. На нем пальчики. Сразу прогнали по картотеке. Андрей Данилов. По кличке Быня. Из группы Борщева. Я позвонил Борщеву. Быня был другом. Этого. Который Володю раскрыл. Адрес есть? Есть. Сейчас поедем. Можно с вами? Нет. Сергей Скобляков, пятый номер. Алексей Кондолинцев, восемнадцатый. Александр Студзинский, десятый. Сергей Перетня, капитан команды, восьмой. И Максим Аутлев, седьмой. Ну вот, вы знаете, я сейчас, по-моему, не вижу и Максима Аутлева. Нет, Аутлев на месте. Значит, в составе Томи показаний не вижу. Кто? Энергонадзор. Заходи, открыто. Стоять! Стоять! Дверь закрыли, уроды! Дверь закрыли! Стоять! Список, который дал Борщев, просто кладезь какой-то. На первый взгляд, небольшие законопослушные конторы. А за каждой есть какой-нибудь криминальный бизнес. Но пока три проверили, по всем есть результаты. Сколько, ты говоришь, проверили? Три! Три! Я говорю, список, который дал Борщев, просто кладезь какой-то. Круто! Круто! Ну, я и говорю, круто! Молодец, Миша! А тебя ничего не смущает? Что именно? Список, который дал нам Борщев. Тебе же, Миша сказал, за каждой из этих фирм стоит криминальный бизнес. А ты уверен, что все они связаны на самом деле с господином Прясло и с его русским сувениром? А что, если кто-то очень умный, проколовшись с Никелем, не только обрубил все выходы на свой остальной бизнес, но и решил устранить конкурентов? Причем нашими руками. Так, давай все по порядку. Давай. Почему мы так доверяем Борщеву? Ты забыл, кто предупредил нас о киллерах? Если бы не он... Вот. А теперь давай представим, что киллеров нам подставили специально, чтобы мы поверили Борщеву. А потом и всему этому списку. Представил? И вот все становится с ног на голову. Сереж, это всего лишь версия. Согласен. Ну, давай над ней подумаем. Давай. Прямо сейчас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Сейчас ты расскажешь то, что знаешь. Добавишь все, о чем только догадываешься, а закончишь тем, о чем только можешь подозревать. хорошо. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ К тому времени, когда мы взяли КамАЗа на таможне, Рокотов уже неделю работал в опергруппе Борщева. Потом его якобы раскололи, и Борщев передал нам информацию о том, что на нас с тобой готовится покушение. Ты забыл добавить. В том случае, если наше предположение верно. Это понятно. Получается, они уже знали, кто такой Рокотов. И ждали случай, чтобы его использовать. Конечно. Да. Можно? Заходи. Здесь важная информация. Присаживайся. Доставив киллеров в гостиницу, Веденеев поехал домой. Генрих довез его до подъезда, где его уже ждали большой и некто черный. Когда Генрих отъезжал от подъезда, он видел, как Веденеев садился в машину черного. Откуда информация? Из компетентных источников. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что делать будем? В этой партии мы пока в более выгодной позиции. Мы уже знаем комбинацию соперников, а они о нашей пока не знают. Но если начнем дергаться, пойдем к военным за санкцией, они обо всем узнают и предпримут ответное действие. И нам их уже не достать. К тому же мы не знаем, кого из военных они прикармливают. Ну и что ты предлагаешь? Срочно предпринять какие-нибудь активные действия против пары-тройки фирм из списка Борощева. Арестовать счета, нагрянуть с обыском, чтобы усыпить их бдительность. А вечером взять надежных ребят из ОМОНа и захватить самолет. Что, 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 что сделать? Захватить уже подготовленный к вылету самолет. Уверен, что они не вышли на основной канал? Абсолютно. Они вовсю шерстят фирмы, которую им дал Борщов. На аэродроме все тихо. Я сам был на погрузке. Отправляем ночью. Три. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Куда собрался? Не твое дело. Серега? М? Где он? Ну, отдай его нам. Я тебе сто раз сказал! Не сусе ты в это дело! Сами мы его возьмем. Придурок! Посадят ведь! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сережа! Ну, как ты не поймешь, я его должен взять. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, Беркутов – это диагноз. Ладно. Через час мы его берем в загородном доме. А! Я тебе ничего не говорил! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Придурок! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА